здравствуйте друзья на связи роман душкин это крипто шпаргалки мы изучаем криптографию науку о сокрытии тайны секретов в криптографических записках сегодня мы продолжаем изучать шифр простой подстановки и наша тема атака по ключевым словам атака по ключевым словам и так мы уже определили что шифр простой подстановки это довольно простой шифр на то он и простая подстановка что его можно расшифровать при помощи частотного анализа так я прошу прощения не работает планшет и так продолжаем у нас число частотный анализ частотный анализ это главное главный метод атаки на шифр простой подстановки но есть другой метод атаки и собственно это атака по ключевым словам действительно если у нас шифр простой подстановки это как бы тождественное преобразование взаимно однозначное преобразование одних символов открытого алфавита другие символы закрытого шифра алфавита то здесь можно использовать именно атаку по ключевым словам если у нас недостаточно объема для проведения частотного анализа и собственно вы можете вспомнить или если не помните или не читали прочитать книгу рассказ пляшущие человечки пляшущие человечки артура конан дойла про шерлок холмс шерлок холмс собственно там как раз главный герой шерлок холмс проводит атаку по ключевым словам на шифр в котором которым пользуются герои этого рассказа единственное что эта атака показана в русскоязычной версии в русском переводе в английском там все действует примерно так же как в книге эдгара по золотой жук то есть частотный анализ но вот в русском переводе а переводчику пришлось именно локализовывать адаптировать рассказ там проведена атака по ключевым словам как это выглядело там было написано вот такое вот слово так это пляшущие человечки и собственно у этого человечка был флажок руки и вы видите вы видите что первый не так первый и последний символы они одинаковы а главную героиню звали илсы ну собственно и шерлок холмс предположил что это и лси то есть это имя главной героини она встречалась несколько раз в шифрограммах в этом рассказе ну собственно вот вам задачка задачка на подумать если у вас есть какой-то шифротекст который начинается так допустим это первый первый а первая буква а вторая буква третья буква четвертая буква давайте вот так вот потом значит как какая-нибудь так это четвертая нам нужно слово из шести букв такое напишем и фантазии не хватает уж извините какую-то такую вот у вас есть как бы записка шифрограмма а первым словом который вот это слово из шести букв составит ну можно предположить что это слово привет собственно при помощи атаки по ключевым словам я шифровал в школе огромное количество записок потому что мои одноклассники которые писали мне шифрограммы просто придумали там писали привет роман привет рома вот что такое это было очень легко и в моей книге про криптографию для детей вот в этом двухтомнике который написал там как раз во втором томе проводится главный герой проводит атаку по ключевым словам на тот простейший шифр который написала шифрограмму который написал ему а его знакомы собственно если вы не читали майк книги криптографическое лето и криптографические приключения очень вам рекомендую для детей они прям заходят на ура лишь немногие дети сказали что это какая-то ерунда не интересно таких очень мало но мне кажется там еще родители что-то на придумывали когда оставляли отзывы в интернете в общем я написал эти книги прямо души так что если не читали их кто книги по криптографии для детей завтра садушкина романа поищите в интернете они очень интересны даже я перечитал с большим удовольствием собственно на этом все я рассказал про атаку по ключевым словам наш шифр простой подстановки она достаточно простая сама по себе эта атака и используется тогда когда нельзя использовать частотный анализ когда объем текста достаточно маленький но мы можем предположить какие-то слова типа там привет здравствуй имена какие-то и так далее ну что ж на этом все а мы продолжим изучать крипто системы в следующих видео шпаргалках поэтому оставайтесь на связи подписывайтесь на канал ставьте лайки и вот это вот все пока